книга открытым оком тема ереси секты вопрос 425 если баптисты не признают творение святых отцов то как мы можем пользоваться этими трудами при беседах с баптистами они скажут что это для них не авторитет отвечает игнат тихонович лапкин нужно уметь пользоваться тем что признает твой противник и не навязывать ему свой арсенал и свой гардероб христос беседовал с саддукеями которые признавали только пяти книжей моисея отвергая всех пророков салтирь и все исторические книги библии и господу это было вполне достаточно чтобы мясно на основании только этих пяти книг доказать им что они не знают ни своих писаний не силы божьей прочтите внимательно диспут матфея 22 глава 23 стих в тот день приступили к нему саддукеи которые говорят что нет воскресенья и спросили его учитель моисей сказал если кто умрет не имеет детей то то брат его пусть возьмет для себя жену его и восстановит семью брату своему было у нас семь братьев первый женившись умер и не имея детей оставил жену свою брату своему подобные 2 и 3 даже до 7 после же всех умерла и жена и так воскресенье которого из семи будет она женой ибо все имели ее иисус сказал им в ответ заблуждаетесь не зная писаний и силой божьей ибо воскресенье не женятся и не уходит замуж но прибывает как ангелы божьи на небесах а воскресенье мертвых не читал ли вы воскресенье мертвых не читали ли вы реченого вам богом я бог авраама и бог исака и бог якова бог не есть бог мертвых но живых и слыша народ дивился учением его апостол павел беседы с язычниками философами которые и не слыхали быть может о библии заметил всего лишь одну надпись которые эти грамотеи знали помнили почитали и только на основании одного предложения состоящего из двух слов он разбивает все их учения о нужности игров деяние 17 глава 21 под 34 стихи афиняне же все и живущие в них иностранцы ни в чем охоте не пропал проводили время как в том чтобы говорить или слушать что-нибудь новый и состав и став павел среди ареопага сказал афиняне по всему вижу я что вы как будто а как бы особенно набожны ибо проходя и осматривая ваши святыни я нашел и жертвенник на котором написано неведомым богу всего то которого вы не зная чтите я проповедую вам бог сотворивший мир и все что в нем он будучи господом небо и земли не рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих как бы имеющие в чем-либо нужду сам дая всему жизнь и дыхание и все от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитания дабы они искали бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он недалеко от каждого из нас ибо мы им живем и движемся и существуем как и некоторые из ваших стихотворцев говорили мы его и род и так мы будучи рабом божиим не должны думать что божество подобную золоту или серебру или камню получившему образ от искусства и вымысла человеческого и так оставляя времена неведения бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться его назначил день в который будет праведно судить вселенной посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем воскресив его из мертвых услышав о воскресении мертвых одни насмехались а другие говорили об этом послушаем послушаем тебя в другое время и так павел вышел из среды их некоторые же мужи пристав к нему веровали между ними был дионисий ариапагит дионисий ариапагит и женщина именем домарь другие с ними баптисты признают и любят только 66 книг в библии притом русском синодальном переводе 1876 года то что они не признают творение святых отцов життя святых и канонной церкви это не помеха чтобы беседовать с ними если вы сами знакомы со всем этим сокровищем православной церкви и можете показать им в этом наследие все что не противоречит библии а разъясняет ее поверьте они даже и не заметят того что это не не из библии они это примут за милую душу за милую души проглотят свободно вы же даете им кости неудобовариваемую пищу неудобовариваемую пищу и поэтому они давятся в беседе с ними не ставьте цель победить их разбить но явитесь нисхождение к их немощи и ставьте целью показать сокровище церковное наследие хранящиеся под фудом православной церкви лично я получил от бога великую милость соприкоснуться с творениями святых мужей вселенской церкви ни один и не два человека из баптистов обратились в моем доме принято приняли крещение с полным погружением и стали добрыми пастырями в православной церкви ответственное как себе куплю ад POL